Всем привет! Начинаем следующий доклад. Меня зовут Ащула Анастасия, я работаю в компании AppFall. Чем мы занимаемся? Это аналитика для мобильных разработчиков, аналитика исторов. Кроме этого, мы разрабатываем немножко основные инструменты, и в связи с этим через нас проходит огромное количество проектов. Лично через меня прошли проекты и на нулевой стадии, когда у них еще не подтвержденный спрос, как у стартапа. Мы им тестировали как раз его на поисковом трафике, также и приложения с миллионами установок. Вот Илья говорил о большой неопределенности мира, о том, что важно фокусироваться на определенных целях. В общем-то, в работе с аналитикой поисковой оптимизации там нет какого-то определенного стандартного способа что-либо сделать. Там есть определенные концепции, руководствуясь которыми мы можем понять, как действительно нам эффективно пользоваться этим каналом, потому что все продукты, они на самом деле очень разные, у них сильно разная конкурентоспособность, и в зависимости от этого нам ОСО нужно использовать каждый раз по-разному. А чтобы понять, как его использовать, нужно хотя бы знать сейчас, оно для нас эффективно или нет, те эксперименты, которые мы проводим. Но и тут лучше инструменты, чем аналитики, никто не придумал. То есть у нас есть боль, это довольно часто обращаются, говорят, что наша оптимизация не работает, или мы что-то делаем, а оказывается это делать не надо. То есть на определенных стадиях жизни продукта нам совершенно не нужно использовать ОСО, то есть нужно сделать это паузу и перейти на другие каналы. Мне очень хотелось бы послушать, как вы понимаете, что такое ОСО-оптимизация, потому что доклад будет достаточно продвинут, и я уже, в принципе, надеюсь на то, что вы знаете это. Вот может кто-нибудь назвать определение? ОСО-оптимизация, да, текстовая по шинфанам и далее, есть графическая? Да. Там была рука или нет? Нет. Ну да. Ну вот, аккуратнее, чуть-чуть в голову. Ну да, это все верно, но мы, можно сказать, рассматриваем ОСО как набор методов, с помощью которых мы можем работать либо с другими каналами, либо именно с каналом поискового трафика. При аналитике эффективности у нас существуют три основные концепции, с которыми мы руководствуемся. Это трудности отслеживания результата. Нужно всегда помнить, что у нас в мобайле в сторах недостаток данных. То есть нам не отдают никто точные данные о том, сколько там трафика или еще что-то. То есть это приводит к тому, что нам приходится очень много тестировать, эмпирически находить. Кроме этого, когда мы проводим даже тексты и оптимизацию, оптимизацию ключевых слов, мы всегда имеем неполную картину о том, что мы действительно поменяли. То есть мы могли, когда мы собираем семантическое ядро, это делается руками сейчас, человеком. Человек может что-то пропустить. То есть мы по факту не знаем все эти запросы, которые могли охватить текущей оптимизации. То есть это нужно тоже всегда помнить. И да, очень важно, что на самом деле работая с сторами и оптимизируя страницу, мы по факту управляем очень-очень небольшим количеством данных. То есть это что, скриншоты, иконка. А в мире происходит огромное количество всего. И, например, недавно в Украине в топе App Store были VPN. Кто бы знал, что такое произойдет. Ну вот, повлияли вообще непонятно какие факторы. Все изменилось. Ну да, понятно какие, но кто же знал. Это было тяжело предсказать. Оценка эффекта. Вот как раз из-за таких событий нам нужно всегда очень скептически относиться к тому, как мы вообще отслеживаем результат. Кроме этого, довольно часто некорректно проводятся эксперименты. То есть нужно всегда держать в голове, что могли бы измениться условия, с которыми мы сравниваем, и повлияло уже это. То есть что-то не учли. Всегда нужно держать это в голове. И именно для того, чтобы не отклоняться от пути, мы как раз в правильном достижении цели нам, вот как раз цели, извиняюсь, в патологию и помогают. То есть для того, чтобы нам оценить корректно, что у нас произошло, нам важно ставить цели. Потому что у нас иначе произошло что-то, а это то, что мы хотели, или это то, что нам нужно. И последняя концепция, это помним о допущениях. Аналитика, она, часто люди воспринимают ее как золотой грааль, как что-то суперточное, что точно нам скажет. Но на самом деле это не так. Нужно учитывать, что данные, как собираются данные. То есть уже здесь может быть очень много интересного, например, что не со всех платформ собираются данные. Кроме этого, ну да, мы также не знаем, что мы могли не отслеживать. А довольно часто, если особенно продукт как-то представим в оффлайне, у нас может идти какой-то сезонный трафик, я не знаю, раздают листовки. То есть нужно помнить, что есть вот такие факторы, которые мы могли просто не отслеживать. И по опыту могу сказать, что очень часто проекты даже не знают, откуда у них идет трафик. Ну вот так, но есть. То есть это не хорошо, не плохо, это просто есть, его только руководство. То есть вот этими предметами мы, в общем-то, можем действительно как-то нормально управлять тем, что делаем в оптимизации. Сегодня мы рассмотрим вот эти концепции на примере трех кейсов. Я не буду сегодня рассказывать о каких-то супер-классных кейсах. Цель это вот как мы пришли к этому, почему, какие мы сделали ошибки. У нас будет два неудачных кейса, точнее там, где реальный мир оказался не такой, как мы представляли, и последний кейс, где я как раз расскажу, как оно должно работать стандартно. То есть что должно получиться за конечное число определенных действий у каждого. Первый кейс. Здесь у нас причислены показатели о том, что это было за приложение. Ну тут был App Store, тематика и до напитки. И в принципе самое важное это то, что оно было не очень проработано. То есть мы берем сейчас не очень крупное приложение и цель, как всегда, увеличить позиции установки. Что мы сделали? Не сделали ничего особо сложного, провели текстовую оптимизацию, то есть подтянули где-то позиции, и основной рост мы ожидали именно за счет появления по новым запросам. То есть приложение, у которого до этого было ничего не проработано, мы ему увеличиваем сильно охват. Что у нас получилось? Сравнение охвата до и после. То есть приложение практически не показывало стопах, все очень здорово выросло. Вроде бы хорошо, но на самом деле так ли оно? Что у нас получилось в результате? По дням, если смотреть, практически ничего не изменилось. То есть что здесь важно? Неправильное формулирование целей, то есть рост по позициям, привело нам к тому, что для нас на самом деле АСО неэффективна. То есть проекты, у которых миллионы установок, довольно часто занимаются поисковым трафиком ради позиций. Но по факту это неэффективная маркетинговая стратегия для АСО, которая, можно сказать, просто тратит ваше время. Для проектов, у которых миллионы установок, им вообще следует уже заниматься оптимизацией не под поисковой трафик, а под определенный канал. То есть там увеличение на 15% действительно дает хороший выигрыш. То есть это возвращаясь к тому, что АСО на разных проектов продуктов совершенно разные. Второй кейс. Мы решили попробовать поработать с Apple TV. Что получится? И в итоге что ушло? Приложение тоже не очень проработанное. У него были добавлены какие-то ключевые слова. И мы решили поступить так. Залить сразу все по максимуму изменения метаданных и иконку и скриншоты для того, чтобы посмотреть суммарный эффект, будет ли там вообще какой-то. А потом же дальше разбивать на метаданные, смотреть, что конкретно повлияло. Так вот, мы надеялись на то, что у нас вырастет трафик из поиска и конверсия на странице. Мы провели поисковую оптимизацию, уже рассказала, что сделали. И вышло так, что приложение сразу же зафичрили. Поскольку у нас изменились отлично позиции, есть и основания полагать, что поисковой трафик, скорее всего, тоже вырос. Но как у нас до этого в App Store не было среза по каналам, откуда идет, то есть это фичеринг или просто поисковой трафик, было непонятно, хорошо это вообще или плохо. То есть неясно, имеет ли смысл заниматься оптимизацией дальше в этой категории. То есть есть ли там вообще поисковой трафик хоть какой-то. То есть мы могли бы дальше прокачивать запросы, повышать позиции. Но непонятно, сколько действительно оттуда пришло. И выясняется, что у нас весь трафик шел из фичеринга, а поискового трафика там нет. То есть тут может быть по нескольким причинам. Например, недостаточно релевантные запросы, но мы их прорабатывали достаточно сильно. То есть там делали ставку на то, что людям лень вводить на Apple TV, нужны только самые короткие запросы и так далее и тому подобное. Разницы особой не было. И самое важное, что получается в категории трафика вообще не очень много. Но для приложения, скорее всего, нужно продвигаться другими каналами. Это очень важный момент. Третий кейс. Эффект от поисковой оптимизации. Тут мы поговорим именно о том, как оно должно работать стандартно. То есть когда мы проводим просто одну итерацию по поисковой оптимизации, добавляем новые ключевые слова, поднимаем позиции по старым. Чаще всего тут происходит стандартная ситуация. То есть это вот приложение, у которого 245 показов в среднем в день за неделю. Немного копий. То есть у него совершенно ничего не проработано. И что мы сделали? Проверили одну тексту оптимизацию, собрали семантическое ядро. То есть обычно, если у приложения ничего нет, вот этот шаг, он может сразу же дает вам, скажем, вы можете оценить, насколько вы тянете конкуренцию в текущем сегменте вообще. То есть и дальше уже думать, прорабатывать это или нет. Изменили ключевые слова и преиспользовались дополнительные локали. То есть тут нет ничего вообще сложного, это самая стандартная работа. У вас вообще интересно то, что обычно вот эти вот все манипуляции, они очень простые. А сложно как раз не наколоться и понять вообще то, что у тебя сейчас происходит, это хорошо или это плохо. Такой, в такой ситуации, когда у вас мало что проработано, рост установок на 100-200% это нормально. То есть это то, что у вас должно произойти, если все ок, если у вас ничего не было проработано. Если такого не происходит, значит у вас там какие-то нерелевантные запросы, пошли не в ту категорию или вообще там очень мало трафика. То есть можно по-разному тестировать. Как у нас изменился охват? Ну тут получается тоже все здорово выросло. Это обращаю ваше внимание ровно то, что мы видели во всех предыдущих кейсах двух. То есть то, что у нас здорово поднялись позиции, только там они не привели к тому, что мы ожидали. А здесь как раз у нас совпадает в принципе с реальностью. И что хочу обратить ваше внимание на этой таблице. Для приложений обычно довольно много продуктов, у которых не так уж много трафика. И вот там важно понимать, когда мы можем вообще оценить какой-то показатель, сделать о нем выводы, а когда нет. Вот здесь мы видим, что у нас конверсия из показа в просмотр понизилась до 1,6%. Вот эта конверсия, она у нас достоверная. Мы можем сделать вывод, что она понизилась. Обычно при резком охвате запросов, количество нерелевантных запросов, оно всегда растет больше, чем релевантных. И даже преимущественно это более выгодно, чем использовать только релевантные запросы, потому что у них очень низкий потолок. Я позже расскажу подробно про концепцию релевантности в АСО. Так вот, а вывод о конверсии из просмотра в установку мы не можем сделать, потому что там мало данных. То есть мы уже из этой оптимизации можем не все данные взять в следующую работу. Да, еще важный момент. По поводу релевантности, тоже, что Илья говорил, что в принципе все очень неожиданно. И обычно, правда, мир, да, это не какая-то нормальная, это как раз крайности, которые обычно с нами происходят. Потому что чаще всего в любом кейсе есть что-то, чего мы не ожидали. Так вот, когда мы работаем с релевантностью, нужно понимать, что релевантность это то, что мы придумали сами. То есть это тот параметр, который мы выбрали. И мы решили, что запрос релевантен, потому что там выдача наши конкуренты. Но это мы сами решили. То есть мы придумали, что такое релевантность в нашем случае. И вот, в принципе, управляя этим параметром, я могу сказать по своему опыту, что обычно используя в оптимизации три вида релевантности, это, например, запросы, по которым есть ваши аналоги, это запросы, по которым продвигаются ваши конкуренты, и запросы, по которым потенциально есть ваша аудитория, они дают как раз максимальный рост, но понижение конверсии из показов просмотра — это нормально. То есть при всей этой истории, когда получается, чаще всего мы ожидаем одно, что оно совпадет, а преимущественно выходит совсем другое. И правда, это могут быть абсолютно разные причины, а то, что это недостаточно ревантно, до того, что в категории просто нет трафика, а такое случается достаточно часто. Есть довольно популярная фраза про то, что 65% — это App Store заявил, 65% трафика приходит именно из поиска приложения. Это, скорее всего, правда, но вот есть такой момент, что поисковой трафик, он у нас тоже ведь разным бывает. Это прямой брендовый трафик, когда пользователь вводит название какого-то приложения. И это как раз люди, у которых есть какая-то проблема, но они ищут ее решение. Вот людей, которые ищут решение какой-то определенной проблемы, а не по прямому запросу их, судя по всему, не так уж и много получается. Это возвращаясь к вопросу того, что это все-таки не только поисковая оптимизация, это набор методов, которые мы можем использовать. И очень важно, что мы можем использовать его не только для канала поискового трафика, но и для других каналов. Потому что на определенной стадии ваш основной канал — это далеко не поиск. Там немного людей. Вы привлекательный марта, аргет, фейсбук. И стоит развениматься, а что уже нацеливаясь на эту аудиторию. Это основные концепции, которые есть для отслеживания эффективности. То есть тут нет стандартного рецепта. Тут есть только здравый смысл и внимательность. То есть, в принципе, то, что я вам рассказал, это как помогать ориентироваться. Фиксируйте результаты. Под этим подразумеваются еще и цели. То есть вы всегда должны ставить себе цели. Потому что оптимизация вы сделали, и всегда что-то изменилось. Но очень многие позиции меняются независимо от вас, например. Либо там плюс один, минус один — это просто колебания незначительные. И всегда нужно понимать, что вы хотите прийти к чему-то конкретному, а не к тому, что просто что-то изменилось, что-то произошло, потому что непонятно, это вообще плохо или хорошо. Помните от упущения в том, что аналитика — это что-то, что сделали люди, что они по-разному это все считают, и неизвестно вообще, что это значит, тот или иной показатель. И большая часть работы с АСО — это не перестановка слов, потому что это все достаточно просто. Именно стратегия, которую мы прорабатываем. То есть нужно сейчас нам это или нет. Надо понимать, что это всего лишь инструмент, который мы можем или не можем в данном случае увеличить нашу эффективность. Работа с аналитикой как раз то самое, что помогает это все разрезать и понимать, что сейчас вообще происходит. Это, пожалуй, все, что я вам хотела сегодня сказать. С удовольствием отвечу. Насколько статозначимы эти результаты? И если статозначимы, то какие инструменты вы используете для определения статозначения? Смотрите, какие инструменты вы используете? Это выпуска данных обычных, которые вы используете. И дальше он проводит выключить. То есть данные, которые здесь не знают. Просто судя по размеру выборок, кажется, что... Смотрите, мы инфицировали в данном случае определенные цели. То есть точно показывалось по неделям данных достаточно незначимо, но данные, наверное, инфицировали, что по дням просто не дошло. Более полная ситуация есть, если данные обычные, я могу не прислать. Просто в данных условиях, что давай считать и прочее, это не отдаст. А существует и там меньше проблема. Сколько данных нужно собрать? И здесь мы в полете на основе нормального распределения считаем, что он такой, и считаем просто достоверность. А какой уровень достоверность? Вот здесь я могу выкладывать с альтернацией. Спасибо. А кто-нибудь вообще в зале может посоветовать именно проинтегрированные какие-то инструменты, чтобы вшито было статозначено? Можно сразу дополнение? Было бы очень интересно, как отслеживать эффективность хорошо на меньших выборках, то есть до 30 дней. До 30 дней. Сейчас, в любом случае, проводя эксперимент, требуется собрать достаточное количество данных. Я знаю, что существуют методы, которые могли бы позволить понимать, эффективно мы сейчас работаем или нет, на меньших количествах, в том числе как раз просто на неделю, на двух. То есть вот если кто-то знает, какие инструменты… Я хочу такое небольшое дополнение сделать. Очень важно понимать, что у вас за проект. Очень часто происходит работа с небольшими проектами, у которых трафика мало. И там можно говорить о статозначимости, но очень часто данных недостаточно. И приходится использовать какие-то другие чуйку, интуицию, какие-то другие вещи для принятия решений. Это первая мысль. Вторая мысль по поводу инструментов. Куча-куча. Google умеет считать всякие доверительные интервалы. Проблема с статистикой не в том, как ее считать, а в том, как ее будут считать эти сервисы и в том, как ты ее интерпретируешь. Поэтому я для себя, например, использую обычный спротшит или ipad notebook, потому что там можно все посчитать. Это недолго. Делается один раз шаблон, но у меня на самом деле есть. Дальше ты копируешь данные и все пересчитывается. И что круто, я более-менее понимаю, что это за данные, откуда они взялись. Я могу объяснить, почему здесь так. И это реально большая помощь в понимании, что у тебя с данными. Когда ты используешь какие-то другие системы аналитики, нужно понять, а как они еще считают, откуда они берутся и все такое. Поэтому я бы рекомендовал разобраться в аналитике и использовать спротшит. Да, неоптимально, поэтому есть неудобный, но способ, который хотя бы понять. Ну вот, я говорю, что сейчас получается, что есть. И вот мы для себя тоже выбрали это что выгрузка, из-за чего он сканет в Google Play и вот подсчеты как бы этих стандартных формул. Да, это очень здорово. Будет интересно, что у вас получится. Еще какие-нибудь вопросы есть? Ну вот как вы, например? Вообще непонятно, что делает и зачем оно нужно. Это как раз связано с тем, что точки роста, они фактически на разной стадии проекта сменяются. То есть когда мы принимаем решение о том, что нам оптимизировать, это строится обычная воронка по показателям. То есть сколько у нас человек увидел вообще это все, там показы, просмотры, установок. И уже здесь можно примерно посмотреть на конверсии, понять, что нам нужно в данном случае, что для нас имеет смысл оптимизировать. Потому что у нас, что с уходом у нас традицию заниматься пересчетами, довольно-таки странно, но, несмотря на это, почти все это делают. Или даже не стремятся? Нет, конечно, если у нас не стремятся, то нам нужно и столько, что сматывается. То есть что все равно можно, посчитав эту простую экономику, сразу понять, сколько мы выиграем, оптимизируя тот или иной шаг. Именно с этим связана и стратегия, что на определенном этапе мы перестаем работать с поисковым трафиком вообще и приключаемся именно на те каналы, которые считаются хорошими. Ну тут тоже, конечно, вопрос, что клиенты себя считают хорошими, правильными, но работа с крышотными, там, сценностными предложениями под определенный канал, она может действительно так, извиняю. Отлично. Значит, этого не существовало, вы этого не слышали. Я, пожалуй, сказала сегодня все, что хотела. Если вам интересно, у вас какие-то есть вопросы, то, во-первых, презентацию пришлем более полную со всеми данными, а во-вторых, добавляйтесь в Фейсбуке, с удовольствием отвечу на все вопросы. И тут подходите. Спасибо. 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 Спасибо.